привет друзья добро пожаловать на мой канал и сегодня мы решили купить старые раздолбанные баги чтобы накинуть туда нормальный мощный движок 400 кубиков и по максимуму просто отжигать вот сейчас мы подъехали к дому парня у которого как раз завалялся один лишний баги пойдемте смотреть ну а мы просто поставим на мою машину и насчет вон он короче красавчик стоит ну там разберетесь он из Украины, я из России это чинский, а американский лучше, но фрейма очень хорошая ну что Игорь, будем отжигать ну мне кажется это идеальный вариант за 175 долларов вот сюда сейчас накинем движок и будет прям красота камон здесь даже фары есть смотри все берем единственное говорит это колеса сейчас отвалится ну-ка пошатай его подвесочка сейчас это сзади амортизатор есть ну что народ, мы загрузили баги вот сейчас осталось его затянуть ну слушайте, аппарад просто бомбический за 175 долларов обалдеть там даже видите, рулевая рейка регулируется по высоте там даже зеркало заднего вида есть отжигать будем следующий пункт, следующая остановка это Harbour Freight магазин где можно купить движок у нас нет движка и соответственно мы решили установить сюда 400 кубовый движок чтобы прямо отжигать по полной так тут готовые движки мы приехали наверное вот за этим 15 459 кубов 13 лошадиных сил 420 кубиков 10 15 нет стартера нет, есть стартер вот отлично, он сразу же идет со стартером сразу же со всей проводкой то есть мы по факту его ставим, заводим и поехали что, берем вот эту дуру блин, надо брать 459 кубов прикинь 22 лошадиные силы камон он ест полтора раза мощнее ха-ха-ха может этот, да? ладно, давай короче начнем вот с этого ха-ха-ха-ха не, ну это вообще детский лепет какой-то вот это он, красненький все, давай, убери бумажку take one ой, давай проверим есть ли тут скидос о, смотри member price joint join today а у него member price и смешно да нет, нам за вот эту цену дадут все, берем вот эту ну что, мы купили купили еще гарантию на 2 года и в итоге этот аппарат нам обошелся 500 долларов короче, движок очень легкий мы его просто одной рукой достаем ну что, друзья, вот мы купили багги сейчас будем его чистить снимать все навесное зачищать всю ржавчину потому что ржавый прям насквозь подваривать будем и я думаю, что сегодня мы его покрасим возможно даже установим движок насквозь и насквозь в общем баги в отвратительном состоянии на одном из колес нет суппорта рулевая рейка просто умерла все шарниры тоже умерли большой вопрос к амортизаторам но сейчас нам нужно его разобрать почистить, зачистить чтобы покрасить его и он далее не ржавел и дальше уже в вопрос по кузовне мы не будем возвращаться а в следующей серии уже будем на нем отжигаться мы тут багги купили это наша новая игрушка все, сейчас будем получать люлей от своих жен потому что моя жена была против сейчас приехала девушка Игоря мы с ним вдвоем скинулись на этот баг и решили замутить проект я снял под крылок и чтобы не заказывать новый потому что он недорогой но его надо искать это время вот я знаю способ гораздо быстрее починить у меня есть специальный инструмент который вот как раз таки такие пластмассовые детальки чинит а вот такой вот инструмент называется пластик welding gun сюда вставляются такие вот пластиковые пружинки которые впаиваются в пластик и не дают ему трескаться и как бы служат скрепляющим материалом ну что крыло теперь как новенькое вот я пропаял вдоль как видите оно но его хоть можно ранять хоть что с ним делать оно очень жесткое нам не нужна красота нам нужна самое главное практичность во время зачистить эту детку вон 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 ну что баги готов к покраске я взял парочку баллончиков ко мне приехала помощь подмога в виде детей походу то что я планировал сделать за сегодня не получится потому что помимо того что Миша ну-ка смей смей то что мне приходится теперь отдергивать детей они те у кого есть дети поймут дети сделают максимально максимально возможно все чтобы разгромить что-то убить себя вот так что это так что стойте смирно понятно так не бегай не бегай ничего не трогай итак у меня есть такой преобразователь ржавчины вот все что мы смогли зачистили но ржавчина все равно осталось поэтому сейчас берем преобразователь и проходимся ну что мы накупили много баллончиков краски обновили наш бакет выглядит практически как новый мы решили всю ржавчину не зачищать а решили закрасить потому что один фиг это аппарат для фана для веселья если бы мы тут все зачищали то у нас бы ушло очень много времени а так всего за один вечер собственно багги разобран подготовлен уже к установке запчастей собственно сейчас мы пойдем покупать наверное запчасти недостающие на этот багги и скоро его соберем так ну что нам нужно заказать недостающие детали нам нужен задний ход он у нас стоит 105 долларов вот мы его заказываем помимо этого нам нужно пружинки на педали потому что педали не отщелкивают обратно далее нам нужна новая тормозная система которая стоит тоже 105 долларов так далее нам нужен торг конвертер это вариатор то есть да нам нужен вариатор мы нашли вот такой вот вариатор за 79 долларов мы его тоже заказываем чтобы нам каким-то образом передавать крутящий момент на колеса ну и соответственно мы решили накинуть одну один проводочек для газа один тросик итого за сегодня мы потратили на этот аппарат 1264 доллара вот нам еще нужно заказать сиденье и нам еще нужно заказать пятиточечные ремни чтобы не убиться и нам еще нужно заказать переднюю резину потому что она абсолютно лысая но поцелуй молодец какой любви обмельный у меня мальчик через несколько дней придут запчасти мы продолжим проект для вас это соответственно произойдет прямо сейчас ну что друзья уже прошло пару дней запчасти потихоньку приходят и мы их распаковали и уже столкнулись с некоторыми проблемами к примеру нам пришли сиденья и проблема в том что мы купили немножечко так широкие сиденья они не влазят по ширине вот если мы прикладываем сиденья то видим вот здесь центральный ручник и соответственно сиденья должно быть с этой стороны оно у нас не влезает вот если мы привариваем оставляем это водительское сиденье потому что это ковш это безопасно там пятиточечные ремни сейчас замутим то у нас всего остается а у нас по ширине остается 17 17 нч я уже нашел сиденья от картинга оно как раз таки 17,5 нч в ширину и собственно вроде как оно должно подойти вот то есть соответственно водитель будет в безопасности пятиточечные ремни кожи все дела ну а на пассажира так себе посрать и так еще один момент который мы обнаружили это когда мы прикидывали двигатель то мы поняли что сюда не влезает бензобак не влезает фильтр вот соответственно нам нужно заказать сюда переходник чтобы вывести забор воздуха вот отсюда то есть можно будет нырять плюс у нас не влезает выхлопная труба у нас вообще ничего не влезает только двигатель так что придется все здесь колхозить вот то есть вот видите мы все здесь скинули откинули вот это вот выхлопная она слишком здоровая она не влезает сюда будем что-нибудь колхозить другое а да еще один момент мы заказали вариатор и мы заказали коробку передач которая переключает с передней на нейтралку и на заднюю вначале мы не поняли а потом как поняли и так вот у нас вариатор хорошенький вот у нас плита если мы устанавливаем так то отсюда должен сюда должен подходить гирбокс то есть задняя передача вот ой все упало ну короче мы не знаем как это все перемастырить так что займемся этим в следующей серии для сидения нам нужно подготовить площадку и так вот тут у нас старый селектор кпп который с передней на заднюю на нейтралку переключался он мешает и вот эта вот вся трубка на которой крепится ручник вот эта вот вся трубка она тоже мешает то есть это нужно спиливать и чуть-чуть переварить туда слава богу место позволяет вот с кпп разберемся потом я пока сейчас так спильну и потом уже будем решать куда его переваривать тогда будем устанавливать двигатель и коробку передач чтобы наш багги был более комфортный мы купили такие салатки по которым водительское сиденье будет регулироваться вперед и назад все по уму и 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 наш ковш готов он приварен он на салазках регулируется вперед назад чтобы дети тоже катались сейчас покажу и и и так следующая часть это приварить ремни безопасности мы купили практически самые дорогие которые нашли пятиточечные спортивные с быстрым как сказать снятием если вдруг перевернемся загорим одна кнопочка и всем можно убежать а вот но проблема раньше тут всего стояло стояли ремни как машине то здесь крепились его там где то а у нас пять креплений так что будем варить что делать ну чё крепление все переваренные пятиточечные ремни установлены а игорь уже сел чтобы проверить собственно как они работают ну чё жёстко нормально можно переворачиваться на изи ну чё как мне тоже кажется что нормально что Игорь вверх ногами давай дальше ну слушай мне кажется нормально мы не умрем если перевернемся теперь давай проверим как в таком положении выбираться ну чё народ на сегодня все я надеюсь вам понравилась эта серия в следующей серии будем устанавливать двигатель будем устанавливать колеса возможно его даже заведем и сделаем первый выезд всем пока я аккуратно ногами Ногами упрись, хорошо? Нет, все...